Красные, серые и черные береты, форма различных оттенков, камуфляжи, шевроны и даже эпалеты. В Центре культуры и отдыха во вторник днем можно было увидеть все возможные виды формы. Из разных уголков региона приехали представители лучших патриотических клубов. За последние три года наблюдается неуклонный рост, количество военно-патриотических клубов и патриотических клубов и, естественно, увеличение ребят, которые занимаются. Благодаря чему? Активно работает движение «Юнармия». Например, спортивная составляющая очень важна, и дети этим интересуются. Есть специфические игры, связанные и со спортивным туризмом, и с прикладными видами спорта, например, с МЧС. Патриотические объединения есть при школах, учреждениях, доп. образования и при колледжах. Студентки медицинского и скинишмы презентуют свое научное исследование с полным погружением в образ. Сегодня мы в форме сестер милосердия и рассказываем о врачах, которые во время военных лет работали в госпиталях и оказывали помощь. Также мы представляем музеи, которые также когда-то являлись госпиталями, рассказываем о людях, о конкретных личностях, которые очень много сделали для людей во время войны. Попасть на этот слет для школьников и студентов очень почетно. Поэтому здесь только те ребята, которые показали высокие результаты своей деятельности от школьного до всероссийского уровня. У меня вся семья дома медики, у меня дедушка медик, мама медик. Все учились в нашем Кеншенском медицинском колледже. И в год Великой Отечественной войны мой прадед был, он помогал на фронте, оказывал первую медицинскую помощь. И как бы у нас в семье сложилось так, что как бы это передается у нас с поколения в поколение, и все становятся медицинскими работниками. И я пошла по стопам мамы. Представители поискового движения «Россия» в этом году трудились в Ярцевском районе Смоленской области и в Карелии. Там в результате раскопок они обнаружили военный госпиталь. Цель таких экспедиций – выезжать на места активных боевых действий, искать погибших и пропавших без вести красноармейцев и увековечивать их память. Буквально на днях я вернулся из Москвы, со Всероссийского патриотического форума, где мы получили поддержку в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей от Федерального агентства по делам молодежи на реализацию нашего проекта «Солдатского мужества, мужества и славы в веках», который будет реализовываться на территории Ивановской области, Смоленской области, Новгородской, Республики и Карелия. Президент страны объявил 2020 годом памяти и славы. Также нас ждет важнейшая дата – 75 лет Великой Победе. В регионе осталось чуть больше 400 ветеранов, и им и будет уделено все внимание властей и представителей патриотических объединений. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Мир, жизнь, любовь к малой родине.